Мариана Покровская Трогательный спектакль «Мой маленький Оскар» — это история смертельно больного мальчика, который беседует с Богом через письма. В этих письмах он описывает свою жизнь в больнице и свою дружбу с розовой дамой, пожилой сиделкой, которая помогает ему преодолеть страх перед неизбежным. Благодаря ей за короткие 12 дней Оскар проживает целую жизнь. Это история о том, как научиться радоваться каждому дню своей жизни, принимать жизнь во всех ее проявлениях, верить, доверять и любить, о том, что жизнь сильнее смерти, а вера сильнее страха. Персональная выставка «Я. Частица мира» — это более 80 произведений, выполненных в разные годы художницей Раузой Яроливой. Это портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции, а также картины, написанные в национальном стиле. Рауза Бесимбаевна окончила Алматинское художественное училище имени Гоголя. Ее наставниками и учителями были выдающиеся мастера изобразительного искусства Казахстана Айша Галимбаева и Канафия Тельжанов. Несмотря на то, что в ранний период творческих исканий она увлекалась керамикой и занималась разработкой дизайнерских проектов, ее любимым занятием является живопись. Художница специализируется в технике масляной живописи и предпочитает работать мастихином. Пишет легко и свободно, наполняя свои полотна положительной энергетикой, лучезарными красками и душевной теплотой. С помощью цвета передает всплески эмоций и оттенки своего настроения, которыми пропитаны все ее произведения. Жизнь человека – это тайна, загадка, совершенство, неподвластное нам. Когда пишу портрет, я рисую его душу, признается художница. Выставка продлится до 7 января следующего года. Потрясающая история о любви и предательстве, великолепная по красоте музыка, в которой переплетается французский шансон и цыганские мотивы. Бесподобное шоу с летающими акробатами и другими цирковыми трюками затрагивают душу и держат напряжение до самой последней ноты. Все это знаменитый мюзикл «Мутердам де Пари». Колорит и глубина образов главных героев обеспечивают потрясающие песни, вплетенные в сцены незабываемого мюзикла. Теперь знаменитые «Бель», «Донсмон Эсмиральда», «Ле томм де Катидраль» прозвучат на языке великого Абая. Руководить казахоязычной постановкой «Нотердам де Пари» будут авторы мюзикла «Качанты» и «Люк Племандон», а также команда продюсеров из Франции. Постановкой акробатических трюков руководит чемпион мира и чемпион Европы по воздушной гимнастике Джонатан Гаждан. Организаторы масштабного проекта и самого яркого события в культурной жизни столицы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан при содействии Государственной концертной организации «Казахконцерт». Мюзикл был поставлен впервые 20 лет назад в Париже и по сей день собирает аншлаги. Также мюзикл вошел в книгу рекордов Гиннесса. Первое исполнение оперы Пучини «Турандот» прошло в Милане, в театре «Ла Скала» 25 апреля 1926 года. На премьере оперы в середине заключительного действия музыка неожиданно смолкла. Артур Тоскани не положил свою дирижерскую палочку, повернулся к публике и сказал «Здесь перо выпало из рук композитора». Страдая от рака, а в самом конце жизни еще и от инфаркта, Пучини не успел закончить партитуру своей последней оперы. Все то время, что создавалась либретто, а также пока писалась партитура, Пучини, сознавая, что пишет свое последнее произведение, горько сокрушался, что ему не хватит отпущенного времени, чтобы закончить оперу. Однако в самой музыке нет никаких следов угасания. Она смелее по гармонии и оркестровке, чем все, что композитор писал до этого. Она демонстрирует новый уровень владения хоровыми эффектами, в ней больше драматической силы, чем во всем, что он сделал за 20 лет. Франко Альфано, друг Пучини, который за 20 лет до этого добился международного признания своей оперы «Воскресенье», закончил эту Турандот, воспользовавшись имевшимися в его распоряжении набросками Пучини заключительного дуэта. В основе либретто оперы лежит поэма-классика персидской поэзии XII века «Низами», которая включалась в европейские сборники персидских сказок XVIII века, откуда и взял ее итальянский драматург Карло Гоцци для своей сказки для театра. Либретто Джузеппи Адамири, Ната Симони. Сюжет интригует. Роковая принцесса Турандот загадывает три загадки. Нашедшему ответ, обещанная рука этой прекраснейшей из женщин, проигравшего же ждет немедленная смерть. Балеты Чайковского занимают особое место в репертуаре любого серьезного театра мира, но «Щелкунчик» — это не просто балет. Для многих это возможность снова окунуться в волшебство детства и в атмосферу Рождества и Нового года. В основу спектакля лег известный сюжет немецкой сказки Гоффмана «В пересказе Дюма» о кукле и мышином короле. За годы существования этот балет с его великолепными декорациями, высочайшим актерским мастерством исполнителей и уникальным музыкальным сопровождением прошел через многочисленные интерпретации. Но именно версия Василия Вайнена идет во многих ведущих театрах мира, а прежде всего в его родном доме — Мариинском театре. Хореограф поставил балет в Санкт-Петербурге, на первом исполнении которого в главных партиях блистали легендарные танцовщики Галина Уланова и Константин Сергеев. Балетоведы отмечают особое сказочное легкое настроение этой редакции. В ней есть все — и красивые сценографии, и романтичные герои, яркие костюмы и, конечно, виртуозная хореография. Именно такую балет-сказку столичный зритель сможет увидеть в театре «Астана Балет» в преддверии самого ожидаемого праздника года. Это были все культурные события этой недели. Планируйте свой отдых вместе с «Атамикен Бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова